Свыше 250 миллиардов тенге планируется потратить к 2021 году на цифровизацию в Казахстане. Однако разработчики не рассчитали доходы от реализации программы, что вызвало вопросы у президента. Нурсултан Азарбаев опасается, что деньги попросту могут пойти на ветер. Программу с участием специалистов из Кремниевой долины и крупных IT-корпораций обсуждали сегодня в Астане во время республиканского совещания. Элина Шрайбер о цифровых перспективах. Только представьте, чтобы Кремниевая долина в США стала такой, какая она сейчас есть, понадобилось 60 лет. Сегодня этот технологический центр является основным инвестором в Штатах. Как отметил Нурсултан Азарбаев, Казахстан перешел к третьему этапу модернизации, к которому и относится внедрение цифровых технологий. Они нужны для повышения конкурентоспособности предприятий, да и страны в целом, а также для улучшения качества жизни населения. Вот только, по словам президента, пока не все казахстанцы элементарно умеют пользоваться смартфонами. Цифровая грамотность для цифровой экономики очень важна. Повышать навыки людей. Мы сейчас говорим здесь о высоких моментах, и говорим о Гюбер, говорим о других. А вот все население, я далеко не буду ходить, о России, Казахстане, например, знают об этом? Нет. Даже пользоваться то, что мы хотим собираться, надо научить. Надо научить пользоваться смартфонами, как следует. Поэтому здесь у нас огромное поле работы, и надо больше говорить, больше объяснять, больше учить грамотность населения. Впрочем, по словам премьер-министра, на сегодня 77% взрослого населения страны владеют базовой цифровой грамотностью и имеют доступ в интернет. И этот показатель будет расти дальше, заверил Бахжан Сагентаев. Глава Кабмина рассказал о том, как реализуется программа «Цифровой Казахстан». По его словам, для того, чтобы полностью построить цифровой сектор, фактически новую отрасль экономики, понадобится 10 лет. Архитектура программы «Цифровой трансформации» предполагает создание широкой экосистемы изменений. Она базируется на четырех основах. Это цифровизация базовых отраслей экономики, это развитие мобильного государства, это формирование креативного общества и четвертое – создание новой инфраструктуры, необходимой для цифровой трансформации страны. Во всех четырех сегментах экосистемы определены проекты и ледоколы, призванные взламывать целые секторы экономики для появления в них цифрового бизнеса. Ледоколов сегодня 23, этим проектам будет уделяться особое внимание. Причем государство и бизнес должны работать сообща, государство регулировать, но не давить, а бизнес внедрять технологии и готовить кадры, инвестируя в образование. Президент подчеркнул, что ввод цифровизации позволит получить несколько абсолютных преимуществ – это рост производительности труда, капитализации и доходов. «Мы знаем теперь уже, как такие стартапы, как Neva, Dash, Ripple, достигли капитализации более 1 миллиарда долларов за короткое время. Вы сказали, наш ютубер – 1,8 миллиона до нескольких миллиардов, так? Биткоин – 70 миллиардов долларов. Например, удельная капитализация эфириум составляет 1 миллиард долларов на одного человека. Вот это абсолютный рост, вот это абсолютная производительность труда, абсолютная инновация. То, что надо. Конечно, вот этот список можно продолжить, вы все это хорошо знаете. Наши, будем говорить, самые продвинутые компании в Казахстане. Ну, например, мы хвалимся тем, что вместе с General Electric мы создали электровозы, да? Электровозы, там производительность на одного работника 100 тысяч долларов. Мы говорим, как это здорово. Близко в других отраслях нету. Самые лучшие компании, у нас есть НРС, металлургическая, у нас есть Казахмыс. У них производительность 40-50 тысяч. Мы считаем это здорово, хорошо. Но это совсем не то, если посмотреть. У них работает по 100 тысяч, по 50 тысяч человек. То есть цифровизация, я думаю, совершенно изменит это положение. Таких же прогнозов придерживаются и мировые эксперты. По их словам, у Казахстана достаточно ресурсов. Казахстан имеет возможность получить цифровое лидерство на рынке цифровизации. Это привлечет внимание всего мирового сообщества. У вас есть аналитический мыслящий народ. Когда вы перейдете к следующему этапу цифровой экономики, ваши успехи в построении Астаны станут наглядным примером. И это поможет углубить доверие при реализации новых инициатив. Сегодня интернет – это четвертый компонент коммунальной службы. Это как вода или электричество. Интернет сегодня влияет на каждую отрасль. Если раньше технологии рассматривали как инструменты для производительности, то сегодня они стали конкурентным преимуществом. И взаимосвязанность является критическим элементом. Такая же взаимосвязь должна быть между государством и частным сектором. Нужны умные политики, умное регулирование, а также платформа, объединяющая разные услуги, которые предлагает правительство. Таким образом создается экономика, которая стимулирует внедрение стартапов. Президент поручил также просчитать отдачу от цифровизации. Потратить собираемся к 2021 году 251 миллиард тенге. Я читал большой проект, который вы мне дали. А какая отдача от этой программы? Цифры нет. То есть, если так будем работать, то на ветер деньги или для воровства деньги. Поэтому давайте уточним наши цели. Если наши разработчики и наши советники, которых мы предлагать будем зарубежные, толком не планируют эффект даже, значит, они по каким-то, не знаю, идеологическим или другим соображениям хотят, надо считать, затормозить, остановить наше развитие. Я не говорю, что это так, но так может быть. Нам надо учесть. Глава государства предложил создать совместную комиссию и программу цифровизации между Казахстаном, Россией и Белоруссией. Это позволит странам обмениваться опытом и перенимать только лучшие практики. Нам очень важно развивать сами технологии, а не просто импортировать их и основывать свои цифровые экономики на основе заимствованных технологий. Очень важно идти глубже. И я, пользуясь случаем, хотел бы призвать нас всех делать это вместе, чтобы сотрудничали наши университеты, чтобы мы делали совместные исследования и разработки, чтобы, развивая цифровую экономику, мы развивали эти технологии и компетенции. Уверен, что если наши страны будут лидировать именно в технологических заделах, а не просто использовать чужие решения, то это обеспечит долгосрочную конкурентоспособность наших экономик, а значит, сделает жизнь наших граждан более качественной. И от этого выиграют уже не только наши страны, а в том числе выиграют и весь Евразийский экономический союз. В завершении глава государства поручил доработать программу «Цифровой Казахстан» и приступить к ее реализации. Президент обозначил срок до конца 2017 года, после чего исполнение документа будет на личном контроле Нурсултана Назарбаева. Елена Ширабержна, Досбитабаров, Хасен Умаркулов и Алмас Умаргалиев при поддержке телерадиокомплекса президента. Хабар-24, Астана.